ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Доброе утро! Настроение как? Отличное. Ну, у меня бы тоже отличное было, попутешествовав, как вы. Но давайте начнем сначала с темы дня. Мне любопытно, вот вы активный пользователь социальных сетей или нет? Вообще можно вас назвать блогером? Или вы отстранены от них? Ну, скорее я не блогер, а созидатель или любитель, то есть читать. Я очень люблю активных людей, именно в социальных сетях, как в Инстаграме или ВКонтакте, и люблю следить за их деятельностью. Утро как начинается? Проверяете социальные сети, Инстаграм, ВКонтакте, заходите в почту свою? Как выглядит процесс? Вот не любопытно. Ну, утром я сначала проверяю, наверное, зарядку телефона, потому что социальные сети... Вдруг не хватит. Да, я проверяю их скорее ночью, после работы, после завершения дня. А утром у меня особо времени нет посмотреть, но вечером я всегда заглядываю. Ну, вот смотрите, как интересно получается. Вообще, вы являетесь библиотекарем. Вы непосредственно связаны с литературой, которую можно, мне кажется, читать безостановочно. Но при этом, при всём, наверное, всё равно в вашем смартфоне есть электронные книги. Или вы вот как предпочитаете? Тот же перелёт? Листаете литературу или... Ну, вообще, когда все слышат, что я библиотекарь, у всех такое ожидание, что я вот читаю книги без остановки просто. Но на самом деле, в реальности у нас на это и времени нет. То есть мы можем всегда посоветовать, то есть мы знаем, о чём какая книга. Но сами читать у нас времени мало. Но, конечно, я стараюсь читать побольше. И да, сейчас у меня в телефоне есть две книги, которые я периодически читаю. По возможности. Да, 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 по возможности. И да, то есть самолетство. А какой выход, как вы видите? Ведь сейчас большинство, да и телезрители в том числе, если мы говорим о людях, о современном обществе, социальные сети ворвались в нашу жизнь. И люди некоторые, даже если не ведут активно социальные сети, то сами они не могут без сплетен, интриг, всего того, что любят рассказывать те же мировые звёзды. Как же вырваться из этой виртуальности и попасть в реальность? Как вы считаете, какой выход? В моём случае я всегда, получается, приоритеты ставлю, то есть на что мне нужно тратить своё время. Есть очень много людей, которые не знают, куда тратить своё время, и поэтому они просто заполняют это время социальными сетями, то есть проверяя даже страницы, которые им на самом деле не нужны. Но я, когда училась в школе, тоже тратила на это очень много времени, там, маникюр или что-то ещё. Да, интереснее. Да, но сама, например, этим всем не занималась, поэтому получалось, что я просто трачу своё время. Но сейчас я трачу именно на то, что мне действительно важно, то, что действительно даёт мне какую-то пользу. То есть даже если это какой-то блогер, и он пишет или говорит о какой-то для меня именно лично важной теме, но для этого, получается, я выделяю время. Но если это просто человек, который, не знаю, говорит о том, что мне не важно, что мне не близко, то я не трачу на него время. То есть можно сказать, что здесь кто как относится сам к социальным сетям, для кого-то это информационная какая-то площадка, для кого-то это действительно просто скоротать время. Ну, знаю о том, что работает и сайт библиотеки вашей, там регулярно рассказывается о всевозможных семинарах, мероприятиях, которые вы проводите. Вот я бы хотела побеседовать, как раз-таки телезрителям рассказать об одной из встреч, семинаре, который состоялся в Австрии в Бене, на котором вы побывали. Расскажите о нем, что был за семинар, чему он был посвящен и роль Казахстана в этом семинаре была какова? Вообще у нас в библиотеке существует с 2003 года, то есть «Американский уголок». Это раньше была программа, получается, информационно-ресурсный центр. И вот на основе этой программы, посольство США, я и поехала на семинар. То есть этот семинар, он был организован в бюро международных информационных программ. Это бюро организовывает такой тренинг для повышения квалификации всех работников, которые работают над этой программой. То есть это не обязательно координатор «Американского уголка», не обязательно координатор какой-либо программы в посольстве. То есть это человек, который действительно работает над этим проектом. То есть это может быть и обычная библиотека. Ну, то есть главным критерием, то есть чтобы участвовать, получается, нужно пройти конкурс. То есть такой негласный конкурс, где проверяются знания английского языка, ну и стаж работы. То есть больше года должен быть. Что же вам дало этот семинар? Семинар? А, семинар был неделю, то есть получается 6 дней с утра до вечера, как в школе. Да, мы приходили и начинали учить, то есть как сделать проект, как сделать этот проект успешным, как использовать, кстати, социальные сети. В том числе. Да, да. Не зря сегодня такая тема. То есть очень такая разносторонняя был, даже не семинар, а тренинг, можно сказать, такая вот учеба недельная. То есть там по полной программе показывали ресурсы очень важные, то есть как вообще создавать свой контент, что это контент такое. То есть очень важные для нашей работы вещи. То есть мне кажется, даже это не только для нашей, но и для всех. Для любой сферы. Да. Приемлемо. Ну, соответственно, получив такие знания, встретив представителей различных стран, как я предполагаю, на данном тренинге, наверняка и есть желание и потребность теперь рассказать об этом. То есть вот как выглядит дальнейший процесс, будут ли здесь проведены подобного рода встречи, только теперь для наших же специалистов, для представителей различных сфер в том числе. Да, есть такая, получается, возможность. После этого тренинга всем выдаются сертификаты, то есть это все, как бы сказать, законно. То есть я могу тоже проводить тренинги для любых людей, которые хотят этими знаниями овладеть. Также мы для своих тоже библиотекарей проводили такую маленькую учебу. То есть я уже два раза выступала перед ними. Первый раз я просто рассказывала, то есть быстро очень о всех ресурсах, которые нам показали и рассказали. На второй встрече я уже детально озвучила именно ту информацию, которую нам давали по социальным сетям. То есть как там работать, какой должен быть формат, контент. А как вот европейские страны смотрят на социальные сети, раз эта тема поднималась и обсуждалась? Их отношение вообще к этому движению, можно даже так сказать, к этой информационной площадке? Из европейских стран, то есть даже если встреча была в Европе, в Вене, но организаторами были американцы. И поэтому был опыт именно американский, то есть работы с социальными сетями. Так как Госдепартамент это тоже государственное учреждение, им тоже немножко сложно. То есть работать с социальными сетями, потому что все люди немножко в возрасте, они должны привыкать к этому. Ну, было очень на семинаре много людей, то есть люди, которые никогда не использовали перед работой социальные сети, то есть в личных каких-то целях. И именно в работе им приходится с этим работать. То есть они поделились именно таким американским опытом. И очень-очень полезный опыт, то есть потому что люди, которые нам рассказывали, они сами научились ему этому. То есть это пришло к ним со временем. То есть я правильно понимаю, одной из так же целей данного семинара, это было внедрение вот как раз-таки, да, социальных сетей в рабочую атмосферу. То есть не в качестве рассказа о личной жизни. Пересмотреть к ним отношения. Вообще это социальные сети, то есть рассматривалось как возможность рассказать как можно большему количеству людей о каких-то мероприятиях, то есть именно от имени организации. То есть потому что сейчас социальные сети такая, во-первых, бесплатная платформа, где можно делать себе рекламу. И это все законно. То есть это возможность такая большая. Агирим, вот тот опыт, который вы там получили на тренингах, наверняка что-то вы уже и применяли здесь у нас на практике. Вот если да, то что уже было применимо? Что для вас не было, так скажем, открытием? Вот поделитесь, насколько же, ну, наши специалисты также, можно сказать, в ногу со временем идут. То есть наверняка такое было, примеры такие были. То есть то, что уже работает, хотя об этом только-только стали говорить. Ну, у нас в библиотеке, то есть Инстаграмом начали заниматься с этого года, то есть в конце 2016-го. И то есть ВКонтакте и Фейсбук, мы всегда писали туда посты. Но Инстаграм это, то есть другая уже платформа, там... И другие люди сидят. Да, другие люди сидят, там визуалы сидят, потому что Инстаграм это такая визуальная платформа, где должно быть много фотографий. И получается, то есть то, что мы выучили, что каждая платформа должна иметь свой стиль. Да, до этого, то есть мы всегда делали одинаковые, получается, простые. Грубо говоря, репосты везде пришли. Но теперь мы с большим вниманием относимся к каждой социальной сети. И сайт отдельно. Да, сайт отдельно, потому что сайт это, там можно, не знаю, очень такой большой, обширную новость написать. Или даже не новость, а статью, да, сам материал можно рассказать. В Инстаграме, к примеру, не обязательно, можно просто ссылку оставить. Но раньше, то есть мы старались писать как можно больше, но теперь стараемся... Играть именно Инстаграм, чтобы это всё было на картинке. А описание, да, это самое короткое. Да, ещё, то есть из опыта мы делали, получается, лайв-видео, трансляцию. В прямом эфире, в режиме реального времени. То есть у нас было такое задание в Вене, чтобы мы сняли видеоэкскурсию про вообще место, где проходит тренинг. Место называлось Америка Хаус, то есть это такой аналог американского уголка. И мы прошлись, получается, по всем комнатам, показали всё. Это было всё в Фейсбуке, онлайн и вживую. То есть нам показалась эта идея интересной, то есть показать не урок и не мероприятие какое-то, а, можно так сказать, behind the scenes, то есть это когда backstage, или как это называется? Всё то, что остаётся за кадром. Да, за кадром. То есть потому что... Я знаю, кем я могу. В общем, да, переводом заниматься тоже. Агирим, ну то есть я правильно вас поняла, многие идеи уже были применимы здесь, но, грубо говоря, не усовершенствовались, правильно? Знаете, вот что мне любопытно, и думаю, телезрителям в том числе, есть читатели библиотеки, может быть, даже те, кто посещают и тренинги, семинары, которые вы здесь проводите. Но самое главное, есть ли возможность у наших жителей города отправиться в подобного рода семинары за границу вместе с вами, со специалистами, или это исключительно созданные площадки только для сотрудников библиотеки? Вообще вот о данной возможности отправиться за границу, неважно куда, но вот в целях изучения, в целях обучения есть ли такая возможность через вашу библиотеку? Вообще посольство США очень поддерживает разного рода программы для специалистов, для журналистов, также планируются курсы английского языка. Ну, насчет именно этой программы, то там, получается, проходит конкурс, и нужно пройти именно по этому конкурсу. То есть я даже не могу сказать точно, то есть это не только сотрудники библиотеки, потому что, то есть все люди, которые работают над проектом «Американского уголка», то есть это работники посольства, работники информационных ресурсных центров, директора, получается, библиотек, и другие компании, которые участны в работе «Американского уголка», они все могут подавать. То есть самое главное, вклад в том числе и самих участников программы учитывается. Было бы желание, было бы желание изучать не только язык, но и вообще что-то новое для себя, то возможности найдутся, как я понимаю. Ну, я думаю, что впечатления самые главные у вас остались от встречи, и это видно. И самое главное, это планы, естественно, что я люблю с вами обсуждать, ввиду того, что это, каждая наша с вами встреча, это вновь какое-то путешествие у вас лично, чему я очень рада. Мне любопытно, что в ближайшее время будут ли еще какие-то переезды, путешествия, проекты новые, о которых и ваши читатели, и наши телезрители узнают? Сейчас библиотека переходит на летний режим, и очень много интересных программ, получается, мы организовываем. Насчет поездок пока не могу сказать, потому что, опять же, конкурсы всегда выходят в режиме онлайн или кто-то объявляет. Просто нужно следить. Да, нужно следить за новостями, мы всегда это объявляем как раз в социальных сетях и на сайте. Но насчет летних программ, то есть очень библиотечная программа, очень насыщенная, особенно с 1 июня, так как 1 июня у нас праздник. Мы всегда выходим за пределы библиотеки, с новой программой у нас есть мобильная библиотека, то есть это такая передвижная библиотека, вот с ней мы выходим в парки. То есть очень такая насыщенная, веселая, летняя именно программа в этом году. И также у нас добавился и мейкер-спейс, то есть творческая мастерская, тоже очень много планируем для детей, то есть в первую-вторую неделю. Ну и для взрослых очень много программ, как 3D-дизайн, моделирование и так далее. Есть чем заняться, самое главное, да, это получить много впечатлений и полезных знаний. А ребята и большая команда, как мы уже видим, неоднократно и на наших встречах, работают над всевозможными программами, за что, Игерим, вам спасибо и за информацию такую любопытную. Самое главное, если, друзья, вы заинтересовались, то работает сайт библиотеки, вы можете связаться и через нашу программу в том числе, найти просто в социальных сетях, получить информацию. Я думаю, с удовольствием и лично Игерим ответит вам на эти вопросы. Игерим Тлеуханова, представитель областной библиотеки, сегодня у нас была здесь в гостях в студии, побеседовали на любопытную тему и самое главное, обсудили тему дня, как же выйти из реальности.